Слабенький Илюша плачет даже от бережных прикосновений, когда его мама одевает на прогулку. Папе и брату с сестрой он и вовсе не даёт себя трогать. Слишком часто он терпел боль из-за различных травм. Малыш уже перенёс около 10 переломов рук и ног, а ведь ему едва исполнился годик. Сколько он испытал страданий, находясь ещё в утробе и во время родов, почитать сложно. Редкое заболевание, при котором косточки остаются пористыми от недостатка нужных веществ, у Илюши выявили только к трём месяцам. Поэтому переломы у него от любых резких движений. Крохотные суставы буквально хрустят. Стоит малышу дёрнуть ножкой или ручкой. О посещении врачей мама и вовсе вспоминать не хочет. Прогнозы были неутешительные. Медики готовили родителей к самому худшему. Наши врачи сказали, что нет практически никакой надежды, что такие дети не лечатся. Когда переломы ночи три, мы, наверное, не спим. Он кричит, вздрагивает, видимо, боли какие-то происходят. Даём ему обезболивающие. Чтобы не навредить Илюше, его переносят только на матрасики. Лёжа на нём, хрустальный мальчик вынужден постигать мир. Сидеть хрупкий малыш пока не может. А ведь так нуждается он в общении, что раньше сверстников начал говорить первые слова. А ещё пытается исполнять мамины колыбельные. Спой песенку. Спасти мальчика из Приморья берутся столичные специалисты. Надежда на выздоровление есть, если срочно начать его лечение в условиях стационара. Необходимо как можно быстрее начать медикаментозное лечение и физическую реабилитацию. Это позволит догнать сверстников в развитии. Илюша начнёт ходить. Лечение в московской клинике костных патологий стоит полмиллиона рублей. Для многодетной семьи, в которой папа, слесарь, судоремонтник, единственный кормилец, такая сумма неподъёмная. Но поставить хрустального малыша на ноги мы можем помочь все вместе. Для этого достаточно на короткий номер 5542 отправить СМС. Со словом «Дети» из телефона спишется 75 рублей. Ольга Порва, Елена Штылина, Николай Журавлёв. Вести. Приморья.